Да я уже иностранным агентом стану Вот это я, это тоже Это я, когда меня признают иностранным агентом Я буду сидеть на диване Это я, это я, это я Когда мне заблокировали Донат Пэй и Донейшн Алёрдс Это я, это я, когда Жмиль сделал реакцию на меня на 9 часов И я понимаю, что мне придется теперь все это смотреть Ладно Ну че ёпта Привет С вами Донюшка Что ты радостный это такой Что ты радостный такой Иностранный агент Это первый выпуск иноагент шоу Поехали Если вы вдруг пропустили Шикарную новость 15 июня 2024 года Минюст признал Данила Алексеевича Поперечного Меня Иностранным агентом Я в реестре под номером 813 А я б, знаете, я б хотел стать иностранным агентом Под номером типа там 888 Ну что-то такое, знаете Какой-то пиздец номерок выбить 666 уже все 110 уже тоже все Как бы Ну вот, например, там 888 Или Или там 999 Или что-то такое, короче Или 889 889 Или 1110 Вот это было бы пиздец То есть если мне и дадут вот это вот агентство Ну надо, чтобы номер был хотя бы классный Чтобы было два повода для радости Надо отдать мне должное Продержался достаточно долго Сегодня мы с вами будем говорить именно об этом И это видео в том числе Как и для моих зрителей Которые в целом врубаются В то, что происходит И в то, кем я являюсь Так и для абсолютно новой аудитории Которая, допустим, узнала Как ты был и бл***ом, так и остался Спасибо за комплимент Обо мне из новости Зато не такой долл, как ты Или там увидел по телеку И пришло посмотреть в интернет Что же этот блядский предатель Скажет в свое оправдание Введу вас в курс дела, ребят Добро пожаловать на наш канал Здесь уютно Со мной в пятницу вместе признали Иноагентами Журналиста, политтехнолога И протестантского епископа И комик Компания пиздец Такое ощущение, как будто мы все, блядь, из анекдота И заходим в бар Вы могли заметить, что прошло какое-то время С момента признания меня иноагентом И все это время вот это видео не выходило Потому что Стой, стой, досмотри до конца Я хочу купить аккаунт на Лол Стим Эпигейм, Спотифай, Телеграм, Стим Ты найдешь то, что искал, заходи к ним Самый безопасный сайт Это Лол Стим Лол Стим Купить или продать Выбор большой Посети сайт Выгодный прайс, если хочешь уиграть Посоветуй друзьям, регистрируйся сам Потому что, ну, во-первых, я общался с юристами И пытался понять, что мне теперь делать Как будет выглядеть моя жизнь И что мне теперь нельзя делать Ну и если бы я снимал это видео сразу Оно бы в основном состояло исключительно из мата Так как хочется быть чуть более содержательным Хотелось все-таки взять некоторую паузу Пройти стадии принятия Ну и немножко разложить по полочкам Че я об этом думаю Поистолание, может быть, будет немного сбивчиво Да давай быстрее уже Я думаю, можно мне это простить Я все-таки в первый раз иноагент Многие из моих зрителей скажут справедливо Неужели ты этого не ожидал? Неужели это признание застало тебя врасплох? Естественно, я не долбоеб Я вижу и все это время видел В каком направлении двигается И двигает управление моей родной страны Россию И как бы чего можно было от нее ожидать Я недавно пересмотрел свой видос про посадки за шутки Про ядра камеры за Лизаде И я уже три года назад в целом говорил о том, что это тенденция И комиков, и в целом публичных людей за слова будут жестко репрессировать Так чего ж я тогда удивился? Скажете вы мне, раз я все это предвидел Ответ для вас у меня будет достаточно житейский Потому что, хоть я и понимал, куда это все движется Я все равно надеялся на лучшее На то, что я все-таки драматизирую и утрирую происходящее И до такого абсурда не дойдет Но, к сожалению, практика показывает, что самые абсурдные гиперболи Надо дать просто 3-4 года И она становится реальностью Грустной и абсолютно обескураживающей Жду не дождусь, когда на государственном уровне уже официально признают геев экстремистами Хочется поблагодарить всех тех, кто писал мне и продолжает писать слова поддержки после признания Ты следующий друг передал Я вам благодарен, спасибо большое Ну, хоть повод появится выпить, наконец-то Вот, прям на стриме Вон бутылка все ждет, ждет Она на меня так смотрит грустно Говорит, Хейисус, ну когда ты меня уже выпьешь? Ну хоть глоток сделай Я уже 2 года, блядь, стою здесь Ты даже не попробовал Бутылка вискаря А я ей говорю Ну подожди, сейчас кое-кто или сдохнет Или меня иностранным агентом объявят Или, я не знаю, там, война закончится Я тебя обязательно открою Она такая, ну ты заебалась уже стоять здесь Очень многие люди писали поздравления Некоторые даже писали тезис о том, что О, поперечный как Ди Каприо, который наконец-то получил Оскар Но проблема в том, что находясь... Это я как Ди Каприо, блядь Мне этот все Оскар не дадут Хотя вроде как заслужил, да? В сторону иноагентства Ситуация выглядит Несколько... Ну давайте так Я следил за иноагентами из новостей Плюс в моем окружении есть несколько людей Которые, с которыми я знаком Некоторые из них мои близкие друзья Которые стали иноагентами И если в начале Когда весь этот иноагентский движ только запустился Получить признание иноагента было типа Крутой тусовочкой То чем дольше я не становился иноагентом Тем страшнее становилось Потому что со временем на этот статус Налипали не просто плашка перед видео А все больше и больше и больше ограничений Которые, ну, все больше и больше ограничивали Твои просто конституционные права Как обычного человека И к моменту, когда... Бля, я что-то передумал быть иностранным агентом Иноагентом сделали меня Я надеюсь, он сейчас расскажет, каково это быть иноагентом Может быть, я подумаю еще несколько раз и передумаю Этот статус уже превратился, блядь, не в административный какой-то просто список А в настоящую репрессию Я не буду вам врать, я скажу, как есть Я... Ну, просто как изменилась жизнь, хотел сказать, понасенкова, блядь, поперечного Понимал, что я могу им стать Но я так долго уже им не становился Что мне начало казаться, что я уже проскочил Что я нащупал какой-то тон и градус в своих высказываниях В своих развлекательных шоу, там, типа, в видео Который, типа, остается в рамках То есть мы с вами друг другу не врем Мы называем вещи своими именами Тем не менее, не переходим в какую-то грань Которая бы, пиздец, раздражала власть в России Как видите, в России, как только тебе кажется, что ты понял правила Правила меняются, и ты идешь нахуй Вот, блядь, ебаная НАТО Вот, сука, вот если бы оно не расширялось, жил бы по-человечески В чем... Оооооо Все, поперечный тоже, видимо, начал работать на Снятие статуса иностранного агента Как Слоболев сейчас По чуть-чуть будет, соответственно говоря Ветер меняться в другую сторону Ограничение статуса иноагента На данный момент, на июль 2024 года Первое Надо ставить в каждом моем видео В каждом моем телеграм-посте В видеокружочке В каждой сториз Даже если я делаю репост мема Мне надо ставить вот эту ебалу Вот это, на самом деле Вот это меня беспокоит больше всего Что у меня в каждом посте В ТГ своем придется высирать Эту надпись огромную То есть я захочу фотку просто скинуть Надпись, блядь Больше, чем сама фотография Скажу там, не знаю, просто напишу ПУК А ниже, блядь, вот эта хуйня Плашка огромная Просто потому, что ПУК написал Которая была в начале видео Тебе не похуй? Не особо, знаешь ли Учитывая, что там За это могут административку Потом уголовное дело Штрафы Нахера мне этот гемор Ну мне придется, наверное, это использовать Я не совсем понимаю, как это на стримеров Опять же, да, работает Ну то есть, например Мы не знаем пока что еще Да и не то, что мы не знаем Нет ни одного стримера Иностранного агента Предположим, вот меня признают И что, я должен прямо на экране Где-то, блядь, потом поставить Вот эту вот надпись, что ли Должен буду, или что? Штефик Так он как? Он что, стримит на Твиче каждый день? Нет Что у меня где? На лбу мне надо надпись будет поставить Или где-то над чатом Или это какой-то баннер должен быть Или что? В начале трансляции В описании под плеером Или прямо в названии стрима Длинная здоровая хрень Чтобы извещать Русскоязычного пользователя О том, что я Сифа Многие, кстати, думают Что на этом, как бы Трудности заканчиваются Иноагентские Это не так Второе Самое важное на мой счет Я теперь не имею права баллотироваться В президенты Российской Федерации Блядь Не-не-не-не-не Надо отменять эту хуйню Я не хочу быть иностранным агентом Я хочу быть президентом Это, конечно, облом Был пару дней в депрессии От того, что Весь карьерный путь, который я себе наметил Пошел коту под хвост Ну, что ты скажешь Это не я вас потерял Это вы меня потеряли Третий пункт, наверное, самый Глобальный По-настоящему Российским компаниям запрещено Покупать у меня рекламу То есть это А, похуй, как И так не покупают Этот статус отрубает Мой основной заработок Там есть еще несколько пунктов Например Я, кстати, могу Попрощаться с пенсией Все, то есть Иноагентам не полагаются Никакие государственные выпуски О, минус пен... Подожди А я инвалид У меня и так пенсия есть По инвалидности Уже Это что, получается Если меня признают агентом У меня пенсию заберут Ой-ой-ой-ой-ой А как же мои Десять тысяч рублей в месяц-то Бля, на что я жить буду в Америке Ёптвою Пиздец Нет, что-то все больше и больше Подробностей я узнаю Как-то все меньше и меньше Мне хочется Этот статус иметь Ты инвалид А что, по мне не видно? Блин Это самый неважный, конечно Да, нюфаги Здорово Вы что, не знали, что ли? Ну, я инвалид А что, я говорю По мне не видно, что ли? Алло, ты Ты же меня смотришь? Ну, как бы, наверное Надо было понять Уже давно, да Ну, да Да мне давно дали инвалидность Еще когда ребенком был По весу Недостаток веса Соответственно Вот Я мучился Долго ходил, блядь По врачам В итоге Меня признали Не иностранным агентом Моим инвалидом Вот Тогда давно еще На пожизненно Нам не дали инвалидность Пожизненную Вот Поэтому теперь я инвалид То есть Я даже в госуслуги захожу Там профиль Там написано Инвалид Да Ну, ёб твою мать Я, блядь Ёб твою мать Столько работал Не то, чтобы я Блядь Верните пенсию Вы что, хуели? Верните мне мою пенсию А ты в Америке, блядь Ты в Америке Теперь зарабатываешь В Америке налоги платишь Здесь пенсия будет И то я не уверен Тоже, как тут работает Эта тема вся Если ты платишь налоги Будет ли у тебя пенсия Просто потому, что Ты налоги платишь По-моему, нет Я не помню точно О, это быстро произошло Это быстро В Америке? Да Причем уже давно Быстро произошло на моем канале Я же с ним пересекался Когда в Лос-Анджелесе был Канале Вот мне 30 И я требую пенсию назад Ну и мне запрещено Заниматься просветительской деятельностью Для Лиц Младше 18 лет То есть По этой причине В начале плашки 18 плюс Ну а просветительской деятельностью По сути является Любая хуйня И как и это видео Так и Какой-нибудь Стендап концерт Если бы я не Ну вот, блин Ну если буду агентом Ребят К сожалению Вам придется Покинуть мой стрим Знал, что у всех Иноагентов так Я бы подумал Что это чисто для меня Прикол сделали Что я не имею права С малолетками Взаимодействовать Хорошо, что этот ебучий статус Настиг меня в 2024 году Когда Подавляющее Большинство моих зрителей Давным-давно Уже, блядь Соскуфилось Даже если когда-то и было Лицами младше 18 лет Вот если бы я нахуй Одним из импровизаций был Тогда были проблемы Действительно Если что Никакого дезреспекта Люблю импровизацию Просто у них весьма Молодой фандом Известили ли меня Каким-то образом Об этом О том, что меня Назначили иноагентом Да Угадайте, кто Кто Эльдар Джарахов Принес Самый первый Мне эту весть После которой У меня лично Так, Эльдар Джарахов Конторский Или он, блядь Будущий президент Как он Откуда он узнал Почему он тебе Привнес Эту Известие Вот это вот Скажем так Не понял, блядь Начала Разрываться От сообщений Он, естественно, узнал это из новостей Я в дальнейшем тоже А, из новостей? Четыре дня По месту прописки Пришло письмо от Минюста Которое выглядело Ну, как типа Здорово, от Минюст Ты иноагент Всего хорошего Вот там буквально Просто извещение о том Что я Заступаю на вахту Ёпта И все Никаких деталей И это на самом деле Некоторый правовой пиздецок Хочу вам сказать Один из многих Никаких разъяснений причин Никаких разъяснений правил Блядь Ну вы хоть какой-нибудь Прикрепите, блядь Кьюар-код с видео Туториалом Как быть иноагентом Что мне теперь делать Что мне теперь Нельзя Здесь уже представляет Туториал Причем туториал Который на ютюбе будет Такое типа Закрытое видео Только для иноагентов Которое можно посмотреть Только если ты по ссылке Перейдешь Или по QR-коду И смотришь Короче Такой изучаешь Так Теперь нельзя Вот это Вот это А делать? Ну нет Мы вообще не заинтересованы В том чтобы ты не нарушал Наш закон Который мы сами До конца не понимаем Как работает Ты делай Что делал А если Ну что-нибудь нарушишь Ну мы тебя въебем А во всех правилах Того как я теперь Себя должен вести Чтобы не схватить уголовку Я должен узнавать сам И этого нет В нормальной форме От официального От Минюста То есть даже заключенным Зачитывают их права А также В тюрьме Надзиратель Рассказывает Блять Какое расписание И че ты Не ну а если хочешь В тюрьму Билет Лос-Анджелес Или где-то там Турция Россия Теперь будешь делать Че ты можешь Делать че не можешь Я кстати Если бы не начал Узнавать узнающих людей Я словил бы Свою первую административку Просто потому Что оказывается Мне к 15 июля Надо сдать Отчет в Минюст Свой первый Если бы я О чем? Провалился в какую-нибудь Депрессию Из-за того что Меня назначили Инагентом И моя жизнь Терри Ну мягко скажем Сильно усложнена Ни у кого бы ничего не спрашивал И просто проебал Дедлайн О котором надо Что надо делать? О чем отчитываться? Ну непонятно где узнавать У меня был бы Первый проеб Первая желтая карточка В целом Все эти правила И обязанности Меня как инагента Прописаны очень тупо И зачастую Просто неприменимо Финансовый? Какой финансовый? Я не работаю в России Я не зарабатываю деньги На Россию Я не получаю вообще никаких денег На российские банковские карты О чем мне блять Отчитываться Твоей деятельности К примеру Относительно ебалы Которую ставят в начале Вот этот весь текст В текстовом посте Нужно чтобы плашка Была написана шрифтом В два раза больше Строго чем Обычный текст поста Чего блять? И никого не ебет Что допустим В телеграм посте Или там Налоги Какие налоги? Каким образом? Ну я сдаю отчетность Налоговую Нулевую И как бы и все И все как бы Ну Я не являюсь налоговым резидентом В России уже давным-давно Я же там не живу блять Но даже вот Несмотря на это Произошла не так давно Забавная хуйня Мне заблокировали ИП Мое ИП Соответственно Заблокировали Почему же мне заблокировали ИП? Спросите вы Вот заблокировано Написано блять Счет для бизнеса Блок Бан Как говорится Ноль рублей Банщик А заблокировали не потому Что ежегодно Там надо соответственно Отправлять отчетность Ту самую да Даже если она у тебя нулевает И блять буквально отправляешь Что у тебя ноль рублей было Ты просто отправляешь Соответственно говоря И все Но Там же закон поменялся Вот этот ебучий И Для того чтобы отправить Просто нулевую отчетность Тебе надо поставить Электронную подпись А моя электронная подпись Которая у меня была Срок ее вышел Соответственно все Она просрочилась Соответственно Я нажимаю отправить Эту хуйню Отчетность А мне говорят Подпиши Я такой нажимаю подписать Они говорят Ошибка Надо новую Я такой нажимаю получить новую Они такие Ты не можешь получить удаленно Надо Лично блять Приехать в Россию Я такой Ааа Я такой Ну я не могу отправить Все Тупик Буквально Ты не можешь это сделать Там написано Надо отправить До какого-то числа Типа Остается неделя Я такой Пытаюсь отправить А нихуя не отправляется Поставь подпись Нажимая поставить подпись Вы не можете Просроченная подпись Получите новую Нажимая получить новую Вы не можете Надо лично получать ее И все Я так и не смог отправить И мне бандали Блять Заблокировали ИП короче говоря Я такой Ну ладно Что я могу еще сделать Ну что я могу еще сделать В Россию что ли Полететь подпись получать Та я ебанутый что ли Нет конечно Вот такая ситуация Что за звук тут На фейсбуке Ну или просто блять ВК Текст Если у тебя Если ты не картинкой Делаешь эту ебалу Невозможно Доверенность бы Перед уездом На кого-нибудь оформил Блять Да если б я знал Если бы я знал Что меня ждет В ближайшие три года Перед тем как уехать Из России Да я бы этих доверенностей Оставил Тысячу Блять Но я не знал Я же не думал Что так все будет Я думал Ну улечу в Америку Потом вернусь В Россию Там в гости приеду Буду периодически Прилетать обратно В Россию В гости Блять К родителям К друзьям А тут На нахуй Не конечно удаленно Как-то эту доверенность Тоже можно оформить Ой ну это Такой пиздец Я причем Я не знаю На кого мне ее оформлять На родителей Мне кажется Они заебутся С этой доверенностью Туда сюда бегать Ты в посольство Не можешь доверенность Составить Это не работает Через посольство Это надо через бухгалтера Ой через этого Местного здесь Короче Надо нанимать адвоката Там в России Соответственно И все это делать Как-то делать Короче непонятно как Можно сделать больше Чем в два раза Кроме как капслоком И мои юристы сказали Что писать капсом Это не в два раза больше Это Это тот же самый Та же самая крупность Которая есть В остальном посте То есть Насколько я знаю Были прецеденты Что людей Въебывали за то Что они Просто не могли Технически Выполнить требования Минюста Я вот допустим Не до конца понимаю Как Вставить Ебалу В видеокружок В телеграме Типа я Если захочу записать В телеграм канал Видеокружок Мне что надо Вначале Табличку вот так Держать в кружке С этим Нет Запускаешь кружок И прямо в начале Перед тем как Сказать что-то основное Прочитываешь Весь этот текст Который Надо Постить Соответственно Пока ты будешь его читать Кружок уже закончится Текстом Или проговаривать его Пока Ну у меня Минута не кончится Ну да Проговаривать будешь да И правила Иноагентства Они полны вот таких Вот каких-то Бюрократических Бредней блять На самом деле Для того чтобы у них Было как можно Больше рычагов При желании Если они захотят Ебануть тебе уголовку Потому что работает Таким образом Что если ты в течении года Так на это и рассчитано Получаешь Что ты забьешь хер А они потом бац Тебе уголовное дело Два административных Нарушения Технически Они могут превратиться В уголовное дело Получается Ты теперь можешь Наконец-то говорить Все что захочешь И не цензурить себя Так в том-то и дело Блять Что нихуяшеньки Подобного Я наоборот Теперь хожу Что за второе Уголовное дело будет Х2 Х3 Или что По еще более тонкому льду Где за моим шагом Не просто следит Роскомнадзор А за мной Как за иноагентом Следят Чтобы я оступился Иноагентство Это да Административный статус Но стоит мне Каким-то раком Получить этих Два административных Правонарушения И все Технически Я уголовный преступник Что плохого в уголовке Ну когда у тебя будет уголовка Уже все Уже в принципе Реально похуй Вот прям буквально То есть Да Есть сейчас как бы Смысл там Быть осторожным как-то Ну когда Если уже заведут Ну все тогда уже Скажете вы Ты же все равно живешь В Лос-Анджелесе Ну на этот инфантильный вопрос Человека который не понимает Как работает взрослая жизнь Я Так и быть отвечу Как только Я становлюсь уголовником Я иду нахуй Со своим русским паспортом Потому что я гражданин России И я подчиняюсь Ну юрисдикции Российской Федерации И Так уж вышло Что я Гастролирующий комик У которого за один тур Заканчиваются почти все страницы В ебаном паспорте Если на мне А то есть он Если будет уголовное дело Ему не сделают новый паспорт Не продлят Уголовное дело Помимо того Очень большого того Что во многих Ну кстати да Это проблема В странах Меня объявляют в уголовный розыск И стоит мне Тут там даже транзитом пролететь Все я отправляюсь в тюрьму Я по сути превращаюсь в бюрократического инвалида Который даже если паспорт потеряет Не сможет обновить себе его в посольстве Я уже не говорю об огромной куче остальных проблем Которые могут последовать за этим статусом Поэтому да Я играю по еще более жестким правилам Которые постоянно меняются Некоторые иноагенты уже Ну скажем так Я видел как они пытались играть по правилам Но все равно схватили уголовку И уже забили болты Не ставят никакие плашки И живут как жили Я пока все таки попытаюсь блять Поиграть по этим правилам Буду ставить везде эту ебалу Хотя по сути Это конечно не имеет никакого смысла И помимо всех уже существующих ограничений Периодически идет базар за то Чтобы лишать иноагентов имущества Или как например Ой бля у тебя что имущество что ли в России Считыва которую выдвинули Что иноагентов надо лишать российского гражданства Открытым остается вопрос о лишении гражданства Вот это кстати хорошая идея Похуй на конституцию Вы и так там все это прекрасно знаете Поэтому лишитесь уже меня гражданства Тебе я хочу сказать Дорогая Катенька Россия такая же Моя страна как и твоя По праву рождения Но давайте же разберемся Почему именно меня назначили иноагентом В официальном пресс-релизе Минюстас Сказано следующее Поперечный Принимал участие в качестве респондента На информационной площадке Предоставляемой иностранным агентом Первый пункт Второй Участвовал в создании для неограниченного круга лиц Материала иностранного агента Третье Выступал против СВО Распространял недостоверные сведения Направленные на формирование негативного образа РФ А также вооруженных сил Российской Федерации Четвертое Получал поддержку со стороны иностранных источников И пятое Проживает за пределами Российской Федерации Давайте разбирать по порядку Вот первые два пункта Если вот эту всю бюрократическую шелуху убрать По сути сводится к тому, что У меня на канале иноагенты были в подкастах и шоу Это первое С уголовкой ты ни ВНЖ не получишь Ни тем более паспорт другой страны Так как везде нужна справка о несудимости Это обходится Но нужно доказывать, что уголовка политически мотивирована Чел, я уже получил ПМЖ У меня green card Вот А на уголовные дела со стороны России Всем абсолютно поебать Шо в Америке, шо в других нормальных цивилизованных странах Тем более, если это политическая там хуйня Вот Вообще похуй Последний раз иноагент на моем канале был Год назад Это был Моргенштерн в Safe Space В котором мы вообще не обсуждали политику Более того Мы там в конце шамана под гитару, блять, втроем поем И хочется просто любить и решать Ему не понравилось, как исполнили И мне другого не нужно Кому это могло не понравиться в Минюсте Ума не приложу Но скорее всего речь, конечно, идет о подкасте Без души с Екатериной Шульман Но и это было, боже упаси Два года назад Уже даже больше Плюс после этого мне хуйнули проверку на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации На уголовное дело И, скажем так, намек я понял Участвовал в создании материала иноагента Это скорее всего речь идет о том, что я дал интервью Гордеевой на ее канале Кстати, очень хорошее интервью Посмотрите его у нее на канале А не по телеку Потому что по телеку его нарезают совсем по-другому К этому вернемся чуть позже То есть нельзя снимать иноагентов и сниматься у них А, то есть получается, если я стану иноагентом, то со мной нельзя будет стримить людям в России, которые находятся То есть гражданам России То есть братишкин все Другие стримеры тоже Я не то, чтобы часто с кем-то стримлю Но так или иначе Теперь уже точно все Реально Бля Представьте, если я Во время стрима братишкина Резко, блядь, тупо Без спроса Залечу к нему на стрим в дискорд Потому что там сидит периодически Я такой Он такой А, блядь А, выйди нахуй Блядь Как только Как только меня признают иностранным агентом Я сразу же пойду с жемелем стримить, блядь Вау Это вообще с каких хуев Это, ну Бля, я реально буду по дискорду ходить В фрик-сквад, короче Пугать стримеров, блядь Буду заходить к ним, что-то говорить Во время стримов Писано правило Пранки устраивать Пранк от иностранного агента Что ты коснулся иноагента И ты теперь тоже иноагент Первые пока два пункта Зараза, да Это болезнь Я буду заходить и кашлять Заражать людей Стримеров, точнее Кажется мне Хуйней до кучи Двигаемся к следующему Получал поддержку со стороны иностранных источников Мне юристы Которые работают с иноагентами У которых я консультировался Батом Пес О том, что, блядь Что мне теперь делать Так вот, они мне сказали Что с вероятностью В 99% Судя по их предыдущему опыту Иностранным финансированием Посчитали то Что мне на мой банковский счет Приходила партнерка с ютуба И по... Подожди, как она тебе приходила Если в России заблокированы переводы Из-за рубежа Что эти деньги отправляются всем И это просто Какие-то копейки, блядь За рекламу Которая показывается в твоем видео И это все при том Что когда пошел подобный пиздеж в прошлом В сторону Моргенштерна Когда на интервью Мизулина Говорила о том, что У нас есть документы Показывающие переводы Иностранных компаний Моргенштерну И ряду других блогеров Она говорила о компании Юла И ей все Весь интернет В том числе и Люди, которые интервью у него брали В один голос говорили Так Юла Это же партнерская сеть Это же просто компания А ей похуй Которая является прослойкой Они же, блядь, не... Блядь Чуть его Денисом не назвал Данил Ты посмотри Что эта Мизулина у себя в ТГ пишет Ей Похуй Она не разбирается И даже не пытается разобраться Ей, блядь, про меня написали Что я там ВСУ, СВО, ВСУ Все Она даже не проверила Она уже в прокуратуру отправила Похуй вообще Она просто копипастит, блядь Что ей пишут Эти пасты, соответственно И она сразу же все Эту жалобу отправляет дальше Проверить Да нахуй она нам Откуда деньги на самом деле приходят Да нахуй нужны Между Ютубом Который пересылает деньги За партнерку И креатором Который просто Как и с Гудковым Сейчас происходит тоже Все эти обвинения в его сторону Придуманные Она не проверила Она сразу отправила жалобу Берет свой какой-то процент И помогает Пересылать тебе Ну в удобной форме Эти деньги Но было видно Что им похуй Что это просто надуманная причина И на все эти вопросы Она отвечала У нас есть сведения И я тогда еще подумал Фух Как же здорово Что я, блядь Напрямую с Гуглом Партнерку типа заключил Чтобы не дай бог Никакая юла, блядь Мне Не сыграла боком Ко мне Не доебаться Пиздец То есть За какие-то жалкие Тысяча долларов В месяц За миллионы просмотров Вау Я теперь, блядь Иностранно Финансируем Мои Мне твич выплачет Ну опять же На американскую карту Кураторы из-за рубежа Конечно прям По достоинству Отваливают все эти Кучи денег мне И да Я естественно уточнял Разубедить Минюст в том Что переводы От гугла Не являются Грантами И финансированием Из-за рубежа Ну невозможно Следующая причина Распространял Недостоверные сведения Направленные на Формирование Негативного образа Российской Федерации А также вооруженных сил РФ Это я вообще Хуй знает Возможно Им в ТикТоке Попался фрагмент Из моего последнего Стендап концерта Веселая жизнь Где я Перечисляю все Их заявления Которые в итоге Оказались неправдой Ну Действительно Технически Распространял Недостоверные сведения Наверное Можно Притянуть Но и наверное Хочется выйти Из вот этого Режима поясничения На секунду И Да-да Давай это А то сейчас еще Заведут Интересный случай Касается Дениса Никитина Командира Русского Добровольческого Корпуса РДК Несмотря на его Участие в войне Он не был лишен Российского Гражданства Клипсон Спасибо большое Тебе за 2 доллара Удивительно Просто проговорить Что Так а ты никак не сможешь лишить Если он родился в России Как ты блять Можешь у него забрать гражданство Чтобы он там не сделал Как Я не считаю Что Критиковать Какие-то вещи Твоей родной стране Которое делает Правительство Твоей страны Которое Так-то По-хорошему Должно прислушиваться К мнению Таких как я Граждан блять Российской Федерации Это не является Выставлять Стану В плохом свете Я никогда не Угорал над россиянами Что мы долбоебы Или что у нас Страна хуевая Я всегда Бил в конкретные вещи Блять Которые мне не нравились Это все равно Что выходить Из подъезда Своего дома И видеть Что у тебя Ну типа Говно блять Под дверью А нельзя говорить Что у тебя Говно под дверью И ты такой Я должен притворяться Что это шоколадка И она вкусная Убирать или нет И тебя арестовывают Потому что хуй ты блять Указываешь На проблему Долбоеб Это знаете ли Формирует негативное Восприятие От нашего подъезда Самый абсурдный Пункт в этом пресс-релизе Это блять Проживает За пределами РФ Это вообще Что нахуй То есть То что я решил Пожить какое-то время Не в своей родной стране Это мне теперь Очков блять На чашу весов Того что я предатель Блять Накидывает Нихуя себе ребята Это конечно пиздец Причина блять Смотрел фильмы Марвел Ел сникерс Неоднократно Блять Это конечно пиздец Причина блять Смотрел фильмы Марвел Ел сникерс Неоднократно блять Был замечен За потреблением Западной культуры Понятно что они в общем Пытаются хоть как-то Картину вырисовать Не ну мы сейчас Стараемся избавлять Вот скажем так Патриотов от западной Всей вот этой херени От западного влияния Поэтому пункт Воспитываем настоящий Патриотизм Ну это Какой-то все время Ненастоящий получается Свините меня Нас не 900 человек Иноагентов В списке должно быть Блять А несколько миллионов Если не десятков миллионов Ну и самое понятное Почему я стал Иноагентом Выступал против СВО И насчет этого Хочется сказать что Блять Я имею право На эту позицию Извините Нет Ум-у Свините я знаю что вы еще Ну вы в процессе Переписывания конституции Но пока что Я имею право Не поддерживать Какие-то действия Нет Это дискредитация Особенно связанные Ну Со смертями людей О принятии которых Меня никто не спрашивал Но которые Смерть заебись Теперь уже по закону Стутся от лица Моей родной страны Я просто не очень понимаю Кем надо быть Чтобы родить За войну То есть даже если вы Ох ты Супер Ультра Зет Патриот Вы же понимаете Что чем дольше Идет эта война И кого бы вы там Не считали врагами Чем дольше идет Эта война Тем больше Ну умирают Не только враги Умирают И наши люди Блять Точно так же А я просто хочу Чтоб это закончилось Блять Я просто хочу Мне похуй как Мне просто хочется Чтоб люди не умирали И я считаюсь Нашей страной Предателем Из меня рисуют В СМИ Предателя И не только из меня Из других иноагентов тоже И вот со всем этим Иноагентством Я тоже не очень понимаю Как вы предполагаете Что это будет работать В вашем понимании Из-за того Что вы лишили меня Возможности работать В РФ Я типа Ну стану Поддерживать войну Типа я должен Резко изменить мнение И сказать А вы знаете Я вот сейчас Ну Да Вот Соболева Получилось Сработало Помогло Мало ли что Может быть И у тебя получится Тем более У тебя уже есть база Фундамент Ты можешь неожиданно Начать Ну не неожиданно А потихонечку Например Начать записывать видосы И говорить Фу Что-то это Америка Какая-то Не очень О вы посмотрите Сколько бомжей И сколько мусора Здесь Фу А вот в России А вот в Москве И вот так вот Постепенно А потом Неожиданная Релокация Обратно в Россию Ты возвращаешься в Россию И говоришь Блядь это Америка Я ее рот ебал Вот Россия Блин Зря я вообще Тогда уехал Нет ничего лучше Чем Россия Россия Номбаван И короче Бла-бла-бла Вот это вот Вернулся в Россию Типа там Ебать какое возвращение Жесткое случилось У него Блядь Вот и все И то есть Я думаю что такую программу Там одобрят То есть если поперечный Там напишет Скажет Давайте так сделаем Давайте вот короче говоря Я тут буду всем рассказывать Что Америка плохо Россия круто На собственной шкуре Это ощутил Вот вернулся На родину И теперь я патриот Все Вот тебе и план И тебя убирают Из списка Иностранных агентов Другие иностранные агенты На это смотрят Завидуют Хотя так же Тоже начинают Бля Это Европа Говно Все возвращаются в Россию Все иностранные агенты Возвращаются обратно И все Короче И все классно Ну да конечно Я вас понял Реально все не так Уже однозначно Если у вас Сработало это с кем-то Однажды Это не значит Что это правило Применимо Ко всем Я не перестану Просто ну Быть человеком Какой бы вы статус Мне не повесили И в этом Блядь Сообиливом сработало Теперь стал бы ищущал Потому что мне воебали этот статус Направили на меня лупу А я, ну, я Что, сука, повырезали здесь? Лупы Смерть заебись Смерть заебись Смерть заебись Смерть заебись Смерть заебись Все, вы че, ебанутые что ли? Алло, блять Не, ну из этого явно Нужно делать тикток От такой, какой и есть Видите ли, блядь, не поддерживаю Войну Ты чё, блядь, совсем что ли Удаляй С В О Блядь, ничему его жизни учит Даже вот этот статус, ну что ж ты Ты сам говорил В начале видоса, что Роскомнадзор Теперь под лупой вот так вот смотрит твои видосы Ну всё Ещё и позволяю себе Стебаться над властью Ё-моё, вот это смельчак А завтра за то же самое За что мне сейчас дали иноагента Могут спокойно Въебать уголовку и всё, я стану преступником Да ничего, сейчас Ещё пару DLC выйдет К этому статусу иностранного агента, да Там не знаю, завтра выйдет там поправка В законе, блядь, что иностранным агентам Запрещено, блядь, не знаю Говорить на русском языке Если будешь говорить на русском языке публично Уголовное дело Или Не знаю, иностранным агентам Чё ещё можно запретить? Дышать-то не, ну это такое Что-то более реально Потому что на русском языке запретить разговаривать Вполне можно Публично идти Вот ты блогер Всё, перестань на русском говорить Ты предатель Не используй наш язык Чё такого-то ещё можно, блядь Как ещё можно поднасрать иностранным агентам? Заблокировать счета Все Счета банковские в России На территории России Иностранный агент Всё Блокировка мгновенная Не можешь пользоваться банком Счетами и так далее Кстати Нихуя себе Это Вот я думаю, кстати, такое сделают Вот такое, кстати, сделают В смысле, уже нет Этого нет ещё Можно пользоваться Банковскими счетами Там просто отчитываться надо постоянно За свои деньги Вот Но могут сделать так, что просто сразу блокируют И всё Похуй вообще Тогда за что отчитываться? Почему Ну, если вам надо объяснить Почему Меня так злит и беспокоит вся эта ситуация Я Расскажу вам Потому что К моему огромному сожалению Я очень люблю Россию А К огромному сожалению Я её люблю Потому что Если бы я её, блядь, не любил Мне было бы настолько, сука, проще Махнуть рукой на всю эту хуйню И жить себе, блядь, за границей В другой стране Ну, кстати, тут по факту говорит Так-то вообще-то Если уж так-то говорить Просто не оглядываясь Могу ли я технически сейчас приехать в Россию? Технически, да Он приезжал, как я знаю, поперечный Ну, давайте посмотрим на сухие факты Я больше не могу работать в своей родной стране Никак И в любую секунду Когда у них появится такое настроение Мне въебут уголовку Ну и плюс я теперь Меченый Боты, проплаченные каналы Вот эта вся шушера Пытается разгонять Что я русофоб Но Я не знаю Попробуйте просто Ну, если вы вдруг Новый зритель моего канала Ну, посмотрите моё интервью С Екатериной Гордеев Как будто бы это что-то новое, блядь Признанин агентом И попробуйте усмотреть там русофобию Вот честно мне Положа руку на сердце Скажите, что От меня сквозит Ненависть Очень жёсткий К русским Во всех своих концертах Роликах Да везде Сидишь тут Прикидываешься Что якобы Россию любишь Не верим Так нельзя критиковать Действия правительства Ты предателем становишься Уже Всё, чё, непонятно Не все Те, которые Так оно и есть Господи Я даже Я не знаю Чё прокомментировать Это абсурд Но Это реальность В моём понимании Заслуживали критики И я не политический деятель Я просто подсвечивал проблему И шёл дальше Типа А нахуя ты это делал Чё ты лодку раскачиваешь Чё ты, а? А? Русофоб Прерабатывать это всё в юмор В какой-то развлекательный контент Чтоб просто с ума не сойти нахуй Я в ахуя Что это надо произносить Но я имею право Быть не согласным С каким-то из ваших действий Я никогда В своём творчестве Не транслировал пренебрежение К своим согражданам Или к своему дому Потому что, блядь Ну это мой дом Я там родился Я жил там Работал И если честно До всей этой хуйни Ну я не представлял Свою жизнь нигде Кроме как в России Я думал, что я построю там Будущее Будут там жить Там вырастут мои дети И у меня не было Никакого другого плана Это мой дом И всё, что я делал Я делал искренне Для того, чтобы Он стал более справедливым И комфортным местом После меня Чем был до Ну помимо тех вещей Которые я делал По фану Да даже моё шоу Слишком поздно Которое кто-то Не вникнув Может Не знаю Не, вот так-то по факту Говорит Назвать Стебущим Россию Оно этого не делает Оно лишь подсвечивает Новости Которые я не могу Не переработать в смех Потому что Если весь этот цирк Воспринимать без юмора Ну можно свихнуться Тем более я Так, вот большинство людей Уже и правда Пизданулись На фоне происходящего Всех новостей ежедневных Шучу в этом шоу Не только Поэтому чё ты удивляешься-то Пиздец Что вот так происходит Ты из одной России Мы шутим про Новости со всего мира Вы можете сказать Даня, но почему же Ты тогда уехал Жить в Америку Что-то не сходится А я отвечу вам Ровно потому Что я в деталях Предвидел Всё то Что прямо сейчас Происходит со мной И что за действия Будут применять власти Моей родной страны По отношению К таким как я Я уехал просто для того Чтобы моя жизнь Ну не настолько зависела От сиюминутных Маразматических высеров Которые вот так Превращаются в законы Которые разрушают Какую-то очередную часть Моей жизни И самое возмутительное Для меня Вот в признании Иноагентом Заключается в том Что вот этот Ебанистически Ограничительный статус Который ну по сути Уничтожает тебя Как медиа единицу Ну призван Это сделать Не было Никакого Судебного процесса Никакого дела Не было Заведено Никакого Разбирательства Минюст в одностороннем Порядке Принимает решение О том что меня Финансируют Иностранные государства Какие-то Не приводит Никаких доказательств Делает Практически невозможным Оспорить это В суде А я теперь Ко всей этой куче Еще и обязан Унизительно Ставить плашку Каждый раз Когда выхожу на связь То есть Ну Ты можешь этого не делать Вон Морген Вроде не делает Ну дел Поначалу Потом такой Заебался И перестал А сейчас ему Угрожают уголовным делом У него уже было Административное Вроде да Что-то там Сейчас даже Зайду проверю Морген Вроде не ставит Морг Морген Ну да Вообще нет плашки Не под одним постом Ноль Просто Похуй Вот Не Ну он так-то Человек-бугатти Он этих штрафов Может хоть каждый день платить И вообще насрать Плюс у него паспорт Израильский Да То есть у него есть уже Другое гражданство То есть дай мне Гражданство какой-то Другой блять Страны Все Фух Я так очко расслаблю У меня аж кишка Оттуда вывалится Я серьезно Но пока 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 да Пока нет Пока да Пока нет Никакой моей вины Судебно не доказано Презумпция невиновности Нихуя не работает Причем я говорю Я уже готов получить паспорт Любой страны Блять Даже вот Ну ладно КНДР не надо Ну я не знаю Ну любой страны Ну дайте мне уже кто-нибудь Паспорт Гражданство точнее Как бы До американского Мне еще Два года по-моему Ну ждать-то не хочется Блять Че два года будут терпеть Сейчас сидеть В напряге Мне надо сейчас Украины Так кто мне там даст Блять Гражданство сейчас Вы вообще что ли Беларусь Вообще супер Ребят Классно Это как Сходить в посольство Российское И просто получить Другой паспорт Новый В обмен на старый Какая нахуй Разница В чем разница В этом случае Но плашку О том что ты Являешься Иноагентом И финансируем И так далее И так далее Казахстан Блять Да можно даже Казахстан Молдова Вот я бы хотел Паспорт Молдовы Паспорт Румынии Я бы хотел Очень сильно Да Вот да Чешский Но это уже Слишком круто Тут как бы Можно даже Вообще об этом И не думать Вот Сербия Паспорт Сербии Хотел бы Да Да Тоже пиздато Да Будь добр Ставь Пиздец Они нагнули Меня по полной А я даже Нахуй их Послать не могу По закону И ладно бы Если бы я ставил Эту плашку Я мог бы дальше Там типа Ну Островное государство Какое-то Даже бы Окей Даже в этом случае Уже было бы нормально Израильским Займись Ой блять Это очень тяжело Доказывать там Что-то Не Вот эти Брать рекламу Просто вот Я информирую там Зрителей Что я являюсь Иностранным агентом Это уже на вашей совести Вот И на совести рекламодателей Нет Меня без суда и следствия Лишили заработка И еще и поверх этого Заставили каждый раз Говорить Пук-пук И или Среньк-среньк Я Даня Поперечный Маленькая шлюшечка Что я буду делать Естественно я буду Оспаривать Естественно он будет Маленькая шлюшечка Да какой оспаривать Господи Как будто бы Другие иностранные агенты Которые получали этот статус Не пытались что-то там Оспаривать Как бы Похуй вообще Им на твое оспаривание В суде Статус иноагента Хоть Это и Абсолютный Бесполезняк Зачем тогда пытаться Есть же страны С упрощенным Получением гражданства Кто Бабки заплатил ОООООО Тысяч 30 вроде хватит в Европе ЧЕО БЛЯТЬ 30 тысяч в Европе Ты сейчас мне хочешь сказать, чтобы я взятку кому-то дал Потому что Никакая европейская страна За 30 тысяч гражданство Вот так вот просто не даст Островные государства, БЛЯТЬ Просят по 150 тысяч долларов Извини, конечно, но это дорого И то я не знаю, как там это все проходит Как платить? Там можно? в биткоинах или в USDT оплатить, вот, 30к, не, я знаю там что-то, я видел рекламу, там, гражданство Румынии, 7 тысяч евро или 4 тысячи евро, ну и то там какая-то схема такая сомнительная, непонятная вообще, блядь, шо-то это вообще какая-то тема такая. Потому что люди, которые занимаются подобными делами, рассказывают мне о том, ну, там такие мелочи являются причиной для иноагентства, что невозможно, короче. Ну, типа, что проживает за рубежом, но он же правда проживал, все, отклоняется, иноагент. От гугла деньги пришли, иноагент все, работает на гугл. При этом, хоть закон об иноагентах есть, это абсолютно неконституционное ограничение моих прав, просто как человека. И... Что такое конституция? Естественно, я буду пытаться законными способами оспорить этот статус, хоть и, ну, надежд немного. Я очень многое не рассказываю из того, что происходит в моей жизни, чтобы не привлекать к этому... К определенным аспектам лишнее внимание. Но, блядь, сколько же хуйни всякой происходит. Например, на НТВ уже вышло передачи 3, наверное, где крутят сюжет о том, что я якобы финансирую вооруженные силы Украины. И... Кто б сомневался-то, блядь. Используют как подтверждение. Мы тут все, блядь, ВСУ спонсируем. Мне кажется, блядь, ну, типа, только мы это и делаем, походу, да? Не Байден, не Европа, блядь, все блогеры российские собрались, спонсируют ВСУ. ВСУ только за счет этого и существует, наверное, да? За счет донатов от Хэсса, поперечного. Кто там еще? Подпверждение этого... Вот это шизоиды, я вообще в шоке. Они фрагмент из интервью Гордеевой, где я говорю, я принципиально не хочу финансировать никакую войну. Я помогал только гуманитарно, ну, типа, гуманитаркой, беженцам. Вся эта часть. Гражданство в ИНУАТУ ТОП. Ага, гуманитарка беженцам? А вдруг, а вдруг какая-то частичка, я не знаю, шоколадка из этой гуманитарки пошла ВСУшнику? Он ее схавал и стал, блядь, я не знаю, универсальным солдатом просто, там, блядь, фронт прорвал после этого. ...вырезается, и остается диктор, который говорит, поперечный, жертвовал деньги на ВСУ, и вставляется кусок... Так покажи эти моменты, почему ты, блядь, не показываешь-то? Господи, зачем пересказывать, если можно показать фрагмент? ...где я говорю, по-моему, это было 12 миллионов рублей на данный момент. Кат. Я гром... Покажи, блядь, скиньте это видео, мне интересно. ...это огромное количество людей, которые в рот ебали вообще, кто я такой, видят меня по телеку в этом свете и такие, ну, очевидно, он предатель. Конечно же, он жертвует деньги на то, чтобы умирали наши мальчики. И вот эта хуйня форсится и оседает в головах людей, которые, ну, не подписаны... Катарка так-то и военным отправляется. Ну, в данном-то случае, блядь, речь о беженцах идет. Господи ты боже, еб твою мать. ...мой канал. Кстати, очень зря подписываться на канал, ставьте лайки... Да-да-да-да-да-да, чтобы не пропустить видео, чтобы вас было сложнее дурачить. Хе-хе. И вот окей, НТВ, в вашей системе координат вы можете считать меня предателем, но вот... По поводу гражданства в Румынии, челы ищут якобы румынские корни, которые на самом деле не румынские, а потом за это могут в тюрьму посадить или депортировать. Оу. Это же, это же откровенный пиздеж. Как можно, ну, не заметить, что я говорю, что я принципиально этого не делаю, в моменте, когда ты вырезаешь этот кусок специально, чтобы сказать, что я наоборот делаю это. Это и есть пропаганда, когда тебе пиздят для того, чтобы склонить твое мнение в нужную сторону. А главное... Блядь, меня тоже по телеку показывали. Я как вспомнил, это вообще пиздет, блядь. А-а-а! По второму каналу, сука, по России 1 или Россия 24. Причем всю неделю, каждый день почти. И в прайм-тайм, блядь, и утром, и вечером. Хисус Алексей Губанов. Хисус Алексей Губанов. Живущий за границей, там, что они там еще говорили. У который на своей трансляции случайно спалил методичку от СБУ. Или там от украинских властей. Методичку, блядь, от СБУ. Методичку, которую сделал СПБ стример. И его на тот момент друг, тоже стример. Два стримера сделали эту базу, блядь. Они такие, это методичка от СБУ, от спецслужбы украинских. Я просто охуел. Каждый, буквально день, по всей России это транслировали. Я удивлен, что после этого на меня уголовное дело не завели. То есть они сами, походу, понимают, что это пиздеж. Тут ничего не докажешь, как это уголовное дело. Я понимаю, можно просто так завести уголовное дело, но все же. Но при этом они это показывают по телеку. И рассказывают. Понимают, что пиздеж, но рассказывают и показывают. Знаешь, что им нихуя не сделать, потому что это, по сути, госканал. Если в целом суммировать... Так же и с этой херни, что сейчас. Заблокировать-то они могут что-то, да? С помощью пиздежа. Но там притянуть уголовное дело, там все-таки как-никак. Но мне кажется, они будут смотреть, проверять. И они же нихуя не найдут. Все. И опять все, затихнет, утихнет, блядь, и замолкнет. Спасибо за бубы. Все то, что со мной происходит, по каким причинам и за что, по сути, ну, это политрепрессия. Ну, а как иначе это назвать? Постоянные зрители моего канала могли заметить, что я и так был доволен аккуратным. Стивий Уандер месяц назад получил гражданство Ганы. Поинтересуйся у него, он подскажет как. Ага, хорошо, да, майор Буба. Ну, голландский, он получил гражданство Мексики. Ну, корни какие-то у него мексиканские. Нашел он. Да-да, да. Нашел каким-то образом. Гулял по Мексике, и вдруг он понял, что мексиканец, блядь. Вспомнил свои корни какие-то там. Амигос. Да. Получил. Все уже, блядь, получили свои эти гражданства какие-то непонятные. Один я тут русский все еще, реально. Вот патриот настоящий, блядь. А вы меня называете предателем, долбоебы. В последнее время я вырезал шутки, не вставлял какие-то блоки, которые, по моему мнению, можно было бы как-то прикинуть за нарушение законов. Я старался работать по-чистому и никого ни к чему не призывал. При этом условия, по которым мы сделали инагентом, просто, ну, блядь, смехотворные. Честно признаться, хоть я и провел некоторое время, пытаясь смириться и принять реали, я, тем не менее, не скрываю, что я невероятно зол на них. И злит меня сильнее всего тот факт, что они разрушают то, к чему нахуй никакого, ни малейшего отношения не имеют в рамках моей жизни. Я стал популярным абсолютно без их помощи. Без каких-то, блядь, ротаций на Муз-ТВ, без регулярных эфиров на телеканалах. Ну, вот у меня были регулярные эфиры на телеканале. ...популярным на сайте, который сделали не они, реклам... ...американцы. ...последователи сами выбирают размещаться у меня на канале, который многие годы делал я. В шоу, который... Но логика некоторых долбоебов с той стороны заключается в том, что, ну, ты же популярным стал на территории России. Ну, все. Значит, ты что-то обязан теперь или должен, наверное, я не знаю. Смотрит-то тебя российская аудитория в основном. Основная аудитория из России. Ну, и все. Чего, блядь? Ты же на русском языке набрал популярность. Ну, блядь. ...который делаю я. Мне рекламодателей не предоставляет государство. Мы общались и росли вместе с вами без постороннего вмешательства и посредников. А затем дошли до огромных концертных залов, а в дальнейшем и мировых туров с забитыми стадионами в некоторых странах. И ни на одном из этих этапов власти моей родной страны никоим образом не способствовали тому, ну, вообще, какой-то помощи мне. О! Мини-пацанчик пришел. Отслеживает одну минуту назад. Пишет. Привет, я Леша. Я подписался на вас. Здравствуйте, Леша. Вас я срю на аватарке Майнкрафт. Сколько вам лет, мини-пацанчик? Добро пожаловать. Спасибо за подписку. Более того, единственная инициатива, которая от них в мою сторону когда-либо исходила, это было либо очернение, либо попытка помешать, блядь, вставить палки в колеса. Постоянные проверки, запреты, приходы полиции, заявления, запросы в центре... А у меня давно, кстати, но к моим родителям уже не приходили. На удивление. Слава богу. Э, заказные статьи, угрозы уголовными делами, фейк. Почему Зубарев свою продукцию трусы там или чай продает только на Россию? Я не знаю, где он ее вообще продает. Я видел там, он запустил мерч трусов. Я не знал, где он их продает. Мне 15 мини-пацанчик. А, ну слушай, ну ты смотри аккуратно, мы тут матюкаемся и плохие вещи говорим часто. Прям, ой. В телеканалах и провластных СМИ. Распоряжение не предоставлять площадки. И этот список множился с каждым годом, чем популярнее я становился. Ну там, наверное, он такие деньги на этом мерче делает сейчас. Ну, Зубарев, на этих трусах. Блин, может мне по приколу попробовать мерч какой-то свой начать продавать в России? Вы представляете, какая вонь начнется? Хипа. То есть такой мерч, знаете, в ограниченном количестве. Потому что, ну, кто успеет, тот успеет его приобрести. Я уверен, там, ну, он и дня не продержится. Буквально пару часов. Вот за эти пару часов вам надо будет успеть его купить. Потому что, ну, там дальше начнется тряска. Там подключится все, чтобы нажаловаться куда-то, кто это продает. Кто это будет продавать. Чтобы там этот, кто продавать, обосрался и перестал это делать. Вот. То есть сразу прикроют, сразу все закроют. С российским гражданством остались только ты и Милана Петрова, как Бэтмен и Женщина-кошка. Чего, блядь? Еще дурак, что ли, блядь? Майор Буба, спасибо. Вот тоже с российским гражданством на экране, вот этот чел. И это все при том, что я просто комик, блядь. Юморист, который так уж сложилось, частенько не совпадает с официальной методичкой. Своими взглядами, блядь, своей ебаной гражданской позиции. А не совпадает просто потому, что пытается вести себя по-человечески. Вот уровень, который я уже не прохожу в их понимании. Сначала они отняли у меня возможность выступать в России. Это в какой-то момент стало невозможно еще до войны. Просто ты пытаешься согласовать какую-то площадку, вроде все заебись, все знают, что огромное количество людей придет. Неважно, какой там материал, ничего. Просто звонят, говорят, мы не рекомендуем проводить. Ну, знаете. И никто, и все боятся, потому что невозможно им ничего противопоставить. Вот такая же хуйня с Данэш Налерс, буквально. Все знают, что ничего там запретного не было. Все знают, что это сбор на мирное население, но... Ну, ну, че, все, блядь, не можем мы, че, ну, вот так вот. Ну, типа, никакой правы на них нет. То есть, сначала они забрали у меня это, а сейчас они забрали вторую в моей жизни вещь, которую я люблю и которой горю. Тратить деньги с рекламы. Ладно, конечно же, я имею в виду... Бля, если так подумать, вот вернуться на 4 года назад, вот кто-то бы рассказал, что такая херня будет. Типа, вот просто с нуля тебя будут отменять, признавать предателем, иностранным агентом, просто там ни за что, по сути, за то, что... Ну, ты там что-то против говоришь, там, против прям лютой хуйни какой-то. Ебать, да никто бы не поверил, да я бы не поверил. Что я буду сидеть и смотреть видео Пеперечного, который будет говорить, что его объявили иностранным агентом, а я знаю, как бы, его позицию. Да он особо-то ничего жесткого не говорил. А он предатель, иностранный агент, что ему в России там будут запрещать. Ой, короче, это вообще пиздец. ...создание видео на ютубе. И это не просто слова типа, я так люблю это делать. Это мой... Я занимаюсь этим с 16 лет. Мне, блядь, уже 30, а я все еще для вас эту хуйню ебашу, потому что я не могу не делать этого. Это тот, кто я есть. Я правда люблю эту хуйню. Я до сих пор сам монтирую для вас стендапы, подкасты, шоу, обзоры. И видео на этом канале продолжат выходить до тех пор, пока... Поперечному запрещен въезд в Украину. По какой причине? В смысле, ему запрещен въезд в Украину? Не понял. Это нужно вам. Ну и на самом деле, до тех пор, пока это нужно мне. А как показывает практика, по ходу, это мне нужно, даже если это не нужно вам. Потому что я... Давно? Просто люблю это. И мне не обязательно, ну, типа, я больше всего в этом люблю не быть в центре... А, уже в миротворце еще до войны вроде состоит, нет? Мне просто нравится, что выстроилось за столько лет... За шутки про изюм? ...с вами почти за 15 лет. И да, мне это дорого. Однако, до сих... Вот этому не повезло, его и там, и там, получается, не ждут. Благодаря рекламным интеграциям в моих видео, мне удавалось не только отбивать... Как думаешь, у него в стакане квас или Кока-Кола? Ну, он же патриот, он любит Россию. Конечно, квас. Стоящий наш русский. ...затраты на производство видео, но еще и зарабатывать на жизнь благодаря этому. А так как Минюст, по сути, запретил российским компаниям у меня размещаться, а других у меня пока нет... Да я знаю, что Миротворец особо ни на что не влияет, что там есть и депутаты украинские в том числе, блядь. Да там Арестович тоже, поэтому, ну, как бы... Можно ли сказать, что это запрет на въезд? Да вряд ли, что там, блядь, на границе Украины Миротворец открывают, проверяют, есть он или нет в списке. Вырисовывается очевидная проблема. Предположим, вариант, при котором я вообще вот ни копейки... Ну, у Зетников жесткая тряска по поводу Миротворца, потому что когда Стас туда попал, он старался, начал ныть у себя в ТГ где-то, я помню, писал типа, вообще, кто попадает в список Миротворца, их убивают, меня убьют. Могу зарабатывать на своем YouTube-канале. Что тогда? Видео дальше не будут выходить, спросите вы. Ответ будут, однако, гораздо реже, скорее всего, потому что основную часть своей жизни я буду тратить на то, чтобы зарабатывать на жизнь, так как зарабатывать с помощью творчества не получается. Все-ка! Казино, братан! Добро пожаловать! А что еще остается-то, блядь, нам, агентам делать? Да-да-да-да. Насчет надо. А так как мы с вами заинтересованы в том, чтобы я на этом YouTube-канале зарабатывал... Приватный канал, что ли? ...как можно больше денег, а это действительно так, мы в этом, правда, заинтересованы, потому что чем больше у меня денег с YouTube-канала, тем больше у вас видео, и тем они лучше и разнообразнее. Это... Что хочется? Все выигрывают. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать для того, чтобы видео выходили и дальше. Первое. На моем сайте danilopoperechny.com теперь есть возможность поддержать этот канал с помощью... Оооо! Нихера себе! Бля, мне надо такую же страницу сделать со своими донатами. Вот российская карта, там надо будет... Тут уточнить, конечно, через что работает российская карта, то есть это какая-то платформа, через которую мы можем будет донатить, и, конечно же, могут найти всякие хуесосы, которые пойдут жаловаться, как с Donation Alerts было. ...еще разового доната абсолютно любым способом. Я облабаю этому всю картину. ...картами из любых стран и любыми криптовалютами. Это абсолютно безопасно, анонимно, а главное, легально. И на агента можно донатить. Вы можете отправить любую комфортную для вас сумму, ну а ссылка на этот... ...после этого видео запретят. ...донат будет отныне в описании под каждым видео. Второе. Если вам интересно получать от меня эксклюзивные... А шо такое? А шо, бля, в Америке жизнь дорогая, да? Шо, все, теперь бургеры свои уже не хлопнешь, да, американские? ...контент, а также смотреть видео раньше всех и без ютубовской цензуры. Специально для этого у меня появились Патреон и Бусти. Здесь вам... Ух ты ж, ёооооо... Ну все, ждем интимные фотографии от Данила Поперечного. ...можете оформить ежемесячную подписку на любую комфортную... Уже вижу, что тут жопу фотографирует, а на ней отпечаток иностранный агент, вот эта плашка, короче. ...спортную сумму из предложенных. Обе страницы, по сути, дублируют друг друга, так что, если вы поживаете в России, то вам на Бусти, а если в других странах, то добро пожаловать на Патреон. Уровни подписки не отличаются абсолютно ничем, кроме стоимости, поэтому вы будете получать одинаковое количество контента, как за подписку в 3 доллара, так и за 100. Так что просто выбирайте, какая сумма комфортнее для вас, если вы хотите поддержать меня на регулярной основе. Ну и третье. Если вы рекламодатель... Не, у меня все куда проще, ребят. Просто покупать подписку на Твиче и все. Плир, спасибо большое за переподписку. ...который не базируется в России, но хочет приобрести рекламу на этом потрясающем YouTube-канале. У нас сменилась почта для рекламных предложений. Welcome. Мои зрители одни из самых... А что сложного-то, блядь, вот подписку купить? Господи, она дешевая, пиздец. ...клевых в интернете. И как показал мой последний международный тур, их еще и дохейна... Мы сплоченная команда, мы должны двигаться вместе, блядь, поддерживать друг друга. Что, так сложно, блин, эту подписку за 100 рублей взять? Дешевле шаурмы раза в два, наверное, уже. Сколько у вас там шаурма сейчас стоит? Алекс Вульф, спасибо за подарочную подписку. Тем самым я смогу продолжать свою деятельность. И мне не придется идти на работу куда-нибудь. Потому что если я пойду, я не смогу стримить. А вы без меня, блядь, тоже помрете? Ну реально, да. Ты уже, блядь, 10 лет выпрашиваешь, е-мое. Ну, раньше-то еще как бы окей. Ну, донаты были. А теперь, блядь, все, пиздец. Тут кроме подписки-то ничего не осталось. Агент, спасибо большое за 10 подарочных. Зато теперь меня, блядь, никто не отвлекает. Вот, никто меня не перебивает так часто. Могу спокойно говорить. Вот. Что-то рассказывает историю какую-то. И не будет этого данного. Блядь! Я уже соскучился, конечно, по этим звукам, уведомлениям. Вот этот, блядь! По всему земному шару. Уже очень много лет практически каждое видео на моем канале собирает больше миллиона просмотров, чем я очень... Зато теперь вы денег сэкономите. Не придется постоянно мне донатить. Но зато накопите. И может, когда меня разбанят, аденешно люрц. Как, блядь! И все. И меня просто завалите баблом. Да? Горжусь, за что невероятно вам благодарен. Ну, а если всего этого будет недостаточно, чтобы держать канал на плаву, ну, что мне остается? Что? Большие выигрыши! О! Нет. Ну, я же говорю, наш! Эндрю Ван, спасибо! Ну, так сразу надо. Че ты, блядь, резину тянешь? Все равно к этому и придешь, все равно. Ну, я, как тебе специалист в этом плане, говорю, мы все там окажемся. Там, где большие, в кавычках, блядь, большие выигрыши. Вот. От этого не уйдешь уже, все. Ладно, если серьезно, все ссылки и почта... Да я абсолютно серьезно, че ты, блядь. Ну, и, наверное, хотелось бы поблагодарить всех... Скоро все там будем. ...помодателей, которые были со мной. Тебя разбанят или нет? Я не знаю. Если разбанят, то еще не скоро. Ой, не скоро. Ну, и все эти долги... Месяц, я думаю, я точно без донатов сидеть буду. ...долгие годы, благодаря которым вышло такое огромное количество шоу, подкастов, видео и вообще разнообразнейшего контента. С некоторыми из вас у нас были особенные отношения, но с кем именно не буду называть. Ладно, все, это конец видоса, сейчас мы будем прощаться два часа. Ну, что я могу сказать? Ну, соболезную, скажем так, да, с этим статусом. Печальная, печальная ситуация, неприятная, неприятная. Да, да, да. Печальная. 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 Субтитры сделал DimaTorzok